Стеклянные колбы, электронные весы и система шлангов, опутывающие обеденный стол. На этой оперативной съёмке – кухня одной из череповецких квартир. Её хозяин занимался изготовлением избытом синтетических наркотиков, причём эксклюзивных, нового поколения. Специального образования у владельца лаборатории не было. На допросе он признался, что просто увлекался химией. «Нарколаборатория была организована в квартире в одном из жилых домов многоквартирных. Естественно, что там гражданинам были приняты меры, так сказать, для того, чтобы соседи не могли почувствовать посторонние запахи, то есть уплотнители, вытяжки, маскировка стёкол». А внутри новое оборудование, которое череповчанин заказывал по почте. Готовый продукт он сбывал в родном городе через специально организованную сеть распространителей. При обыске в квартире химика нашли более 100 граммов готового наркотика. Это находка крупного размера. Теперь хозяину лаборатории грозит тюремное заключение. А формулу нового вещества теперь изучают специалисты наркоконтроля. По их словам, изобретательность изготовителей зелья растёт с каждым годом. «Меняются и стиль, и методы работы преступников, меняются подходы, меняются наркотические средства, которые распространяются на территории, в том числе и Вологодской области, но и в целом по России. Появляется очень много в настоящее время новых наркотических средств». Только за прошлый год вологодские спецслужбы закрыли более 40 притонов. Из незаконного оборота изъяли почти 80 килограммов наркотиков. Самый популярный среди них – дизаморфин. «Мне 28 лет, употребляю дизаморфин полтора месяца. За это время вот произошло с моими руками». Это тоже оперативные съёмки. Своё лицо Волокжанин показать отказался. За кадром рассказал – гниёт изнутри. А дизаморфин ему посоветовали друзья, когда возникли перебои с героином. Бросать он пробовал, но… «Пробовал – это очень сложно. Это хуже, чем с героином, поломки. Потому что его нужно постоянно». И потому что изготовить такой наркотик легко, в буквальном смысле, из подручных средств. Все необходимые составляющие можно купить без рецепта в любой аптеке. «Мы, как Федеральная служба по контролю за воротом наркотиков и другие заинтересованные структуры, выходим и с законодательными инициативами, и через наших депутатов Государственной Думы, выходим с предложениями об ужесточении законодательства, связанного с реализацией кадаин содержащих препаратов». Принять такой законопроект планируется уже в этом году. А пока в наркоконтроле намерены и дальше продолжать борьбу с изготовителями. Помощи в этой борьбе ждут и от рядовых Волокжан. Со вчерашнего дня в Вологодской области вновь стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». По телефону 78-63-63 можно сообщить о своих наблюдениях и подозрениях. Анонимность звонков в наркоконтроле гарантируют.